Итак, продолжим. В поисках клана и положения. Они выжили и выросли, и хотя не были вне закона, тем не менее не могли вернуться в клан. Сильная личность Тамуджина притягивала к себе друзей, таких как Борчу, верного ему до конца, как Джамуха, ставшего его побратимом, но предавшего и казненного Тамуджина. У него были и враги, люди, которые боялись его харизмы и говорили, сопляки выросли. Жизнь Тамуджина была сложна. Его преследовали враги, он попадал в плен и освобождался, ему часто приходилось прятаться от преследователей и прибегать к различным хитростям. Тем не менее, Тамуджину нужны были верные люди, на которых он мог бы опереться. Он решил разыскать отца своей маленькой невесты, союз с которой был заключен еще в детские годы. Его там хорошо приняли. Как сказал отец невесты, он никогда не переставал считать Тамуджина своим зятем. Свадьба была отпразднована. Тамуджин обрел наконец положение, войдя в семью своей жены. Тогда он осмелся нанести визит к героиту Тагрулу, с которым его отец был побратимом, поклявшись в дружбе. Тагрул сказал ему, я соберу твой разрозненный народ и объединю его. Это означало взять на себя обязательства и начать действовать. Вскоре Тагрул доказал свою искренность. Но случилось так, что меркиты похитили Борте, и Тамуджин вынужден был бежать и прятаться в горах Бурхан-Халду. Его там искали, но не нашли. Несомненно, гора защитила его. Он, растроганный, сказал, что отныне будет обращаться к ней и приносить ей жертву каждый день. Тамуджин провозглашен ханом. Тагрул и Джамуха объединили своих воинов, чтобы освободить жену Тамуджина. Они разбили меркитов и вернули Борте. Через несколько месяцев она родила своего первенца, Джучи. Никто не пытался узнать, кто был его отцом. Эта история и явилась последним большим испытанием. Тамуджин вновь соединился с племенем, и его признали все, в том числе богатые и аристократы. Гурултай, созванный около 1195-1197 годов, провозгласил его ханом. Тотчас же он стал издавать законы. Дополненные со временем эти законы назывались Есак. Они явились политическим и бытовым кодексом, основанных на древних родовых традициях. Этот кодекс был почти священным для последователей Тамуджина и его народа. До нашего времени дошли только отдельные фрагменты из Есака, которые и служат основным историческим источником. Избрание Тамуджина хана послужило поводом для недовольства многих людей. Джамуха, с которым он уже был в холодных отношениях, поссорился с ним. Поскольку Тамуджин был союзником Джуджини и Кириитов, он должен был выступить против татар в 1198-м. Это сражение не принесло ему ни славы, ни выгоды. Поддерживаемый лишь Кириитами, он начал войну против Найманов в 1199-м, что также не принесло ему выгоды. Наконец, в 1202-м, после многочисленных неудачных кампаний, ему удалось полностью разбить татар. Тех, кто остался живых, он включил в свою армию. Они сражались в авангарде его войск. У племени татар очень странная судьба. Их имя будет служить не только для обозначения самих монголов, но позже так называться будут почти все кочевники. Евразийских степей и все тюрки, которые не входили в Аттаманскую империю. В обществе тюрков господствовала идея о том, что правитель, как и бог на небе, должен быть один. Кириит Тагру и Мангул Тамуджин не могли царствовать рядом. В какой-то момент они выступили друг против друга. Тагру погиб. Тамуджин захватил его земли и его народ. Он стал настоящим хозяином восточной и центральной Монголии. Найманы не имели преимущества перед ним. Они пытались найти союзника, который мог бы напасть на монголов с тыла. Они попытались вступить в союз с ангутами, но те были верны монголам и предупредили Тамуджина. Позднее найманы надеялись захватить его врасплох, но оказались захвачены врасплох сами. Они были разбиты при первом же столкновении. С тех пор между монголами и ангутами установились тесные дружественные связи. Чингисхан – правитель мира. Повелитель мира. Тамуджин владел всей Монголией. В 1206 году собрание племенных вождей Курултай во второй раз с еще большей торжественностью провозгласило его императора. Именно в этом году, а не во время первого Курултая, он присвоил себе титул океанского повелителя, то есть всемирного. На монгольском языке это звучит как Чингисхаган, а в русском варианте – Чингисхан. Родилась Монголия. Океанскому повелителю оставалось покорить мир. Осторожный Чингисхан начал с того, что укрепил свои тылы. Он послал своего сына Джучи подчинить лесных жителей Южной Сибири. Чингисхан всегда готовил совершать набеги на Монголию в 1207 год. А затем он напал на тангутов, царство Сися, которое на юге Гоби образовывали политическое объединение рядом с династиями Цзинь и Сум в 1207-1208 годах. Чингисхан удовлетворился подчинением тангутов и обещанием их повелителя присоединить свои войска к его армии, когда в этом будет необходимость. Приблизительно в это же время карлуки и уйгуры почти одновременно засвидетельствовали Чингисхану свое почтение. Карлуки – народ древней и высокой культуры, живший в бассейне реки Тарим, современный Синьцзянь, вместе с уйгурами поступили к Чингисхану на службу. Этот народ дал монголам свой алфавит, которым до сих пор пользуются, и свои кадры, необходимые для управления империей. То есть такую интеллектуальную составляющую. Чуть позже к Чингисхану примкнули и другие племена – Кидани и Каракитая. Укрепленные города представляли собой препятствия на пути продвижения монгольских завоевателей, у которых в начале завоевания не было стенобитных орудий, необходимых для штурма. Они начали брать города штурмом лишь в северном и юго-западном Китае. Художники представляли церемониальные обряды при дворе династий, созданных монголами в Китае и Иране. Любили изображать Чингисхана на троне, как сына неба или мусульманского султана. Тот, кто собирался стать хозяином всего мира, очень быстро приобретал вкус к роскоши и любил демонстрировать свое господство. Тщательно продуманный иерархический порядок делал очевидным всемогущество Кагана, а многочисленные обряды были направлены на то, чтобы прославлять его личность. Эти церемонии были организованы здесь не менее блестяще, чем в королевствах и империях Европы. Великая Китайская Стена, протяженностью около 6000 км, представляет собой сложный ансамбль укреплений, созданных в эпоху китайской династии Мин. 14-15 века. Сама стена была еще построена в 3 веке до н.э. Она представляла для монголов Чингисхана. Внизу дан почти карикатурный его портрет, написанный неизвестным китайским художественником. Препятствие, перед которым они долго топтались на месте, прежде чем сумели его преодолеть. 14-15 веке. Было серьезным политическим событием. Это позволяет видеть в этой миниатюре одно из предшествующих сражений. Во всяком случае, самая кровавая битва произошла весной 1211 года. Земля была так долго покрыта трупами, что Таоиз Чанчун увидел их в этом месте даже через 9 лет после сражения. Чингисхан, который лично командовал монгольской армией в Китае с 1211 по 1217 годы, тем не менее не завоевал его. Китай был завоеван много лет спустя, в 1280 году, его внуком Хубилаем. Закономерно, что кочевники Монголии начали свои завоевания с нападения на Китай. В марте 1211 года Чингисхан объявил войну Джудженской династии Цзинь на севере Китая. Хотя нападение было хорошо подготовлено Чингисханом, тем не менее он около двух лет топтался у подножия Великой Стены. За это время монголы успели оккупировать Маньчжурию. Наконец, в 1215 году Чингисхан взял Пекин. Это событие имело огромный резонанс. Предчувствием, что война, вероятно, будет долгой, Чингисхан в 1217 году поручил командование своими войсками наместнику Мухали и возвратился в Монголию. Почти тотчас же он отправил одного из своих лучших полководцев Джебе для завоевания государства Каракитаев, которое предоставило убежище бежавшим из Монголии врагам Чингисхана, и где, как он утверждал, против него готовится заговор. И Ирана. Они были на берегах реки Сардари, на границе Ирана, который тогда был под властью Хоризмшаха Мухаммеда. Этому человеку удалось собрать под свою властью, кроме, собственно, Ирана, Афганистан и Сагдиану. Мухаммед казался могущественным, но в действительности его власть не была полной, и захваченные территории не всегда ему подчинялись. Разгромить Иран было нетрудно. Захват каравана у реки Сардарья, около города Утрар, на иранской границе, в 1218 году, явился предлогом для начала войны. Армия Мухаммеда была разгромлена, поскольку Чингисхан располагал большим войском, до 200 тысяч воинов. В сентябре 1219 года Чингисхан входит в Сагдиану. В январе 1220 года он уже у Бухары, которая сдается 15 февраля. В марте он входит в Самаркан. Монголы грабят, убивают, разрушают, но щадят ремесленников и все мусульманское духовенство, так как они чтят всех священников любого вероисповедания. Это обстоятельство сильно помешало Мухаммеду, когда он объявил священную войну. Шах потерял самообладание и, не оказывая дальнейшего сопротивления, бежал, бросив своих солдат. Джибей и Зубетей с большой армией были посланы в погоню за ним. Они вошли в Бактру, Нишапур, Рейтигера, Казвин, но Мухаммед так и не был пойман. Он умер от страха, отчаяния и истощения сил на маленьком острове в Каспийском море. Декабрь 1220 или январь 1221 года. Через Афганистан до Индийской равнины. В это время на юге реки Окс Амударья сын Мухаммеда Джалаладдин решает продолжать борьбу и начинает наступление. Он выгоняет монголов из Цептианы. Чингисхан колеблется. Возможно, он боится вступать в борьбу слишком поспешно. Но он все-таки решается, понимая, что у него нет другого способа закрепить свою победу. Как только починить своих всех... И тогда-то на Восточный Иран и Афганистан обрушилось ужасное бедствие. Города были уничтожены, их население полностью вырезано. Иногда убивали даже собак и кошек, чтобы не оставить ничего живого. В Мерми было убито около 700 тысяч человек. Напротив Бамиана есть два покинутых города, которые до сих пор сохранили следы ужасного монгольского нашествия. 24 ноября 1221 года Джалаладдин, настигнутый на границе с Индией, дает сражение. Он был побежден, но ему удалось бежать. Чингисхан добился победы лишь наполовину. Чингисхан понимал, что начинать завоевание Индии бессмысленно. Это стало очевидно спустя год, когда монголы осадили город Мултан, но вынуждены были уйти, потому что там было жарко, как в аду. Харизмский шах умер, а преследовавшие его монголы находились в самой глубине Ирана. Жестокость монголов обрастала легендами, которые не всегда были лишены оснований. Например, Рашид Аддин описывает, как пленников бросали живыми в котел с кипящим маслом. Джебе, рисунок внизу сидящий верхом перед Чингисханом, раньше сражался против императора, прежде чем стал одним из лучших и самых преданных полководцев. И здесь население восточного Ирана больше всего страдало от монгольских нашествий, следы которых сохранились до наших времен. В самом центре Гентукуша в Бамиане, где до 2001 года возвышались две колоссальные статуи Будды, погиб в сражении Мутуген любимый внук Чингисхана. Чингисхан, вопреки своей привычке, сам повел войска на штурм. После штурма все постройки были полностью уничтожены. Два разрушенных города, Шарий Голгола, город Сдохов, и Шарий Зоха, красный город, на фотографии его руины, расположенные в этой местности, хранят следы тех событий. В этих городах, как и в Мерви, всем жителям отрубили голову. Чингисхан, как и всякий хороший правитель, интересовался религиозными делами и осведомлялся об исламе. С теологами ислама он обсуждал вопросы, касающиеся этой религии. Маловероятно то, что пишет иранский историк Джуевини, что император Чингисхан собрал всех мусульман в большой мечети в Бухаре и обратился к ним, желая их устрашить, со словами, что он представляет собой божью кару. Это событие представлено на персидской миниатюре XV века слева. Чингисхан в саду молится и сидит, как мусульманский проповедник, на ступеньках кафедры. Бухара была первым городом, в который вошел император, но он не соблаговолил посетить Пекин. Большой цветущий город должен был произвести на него сильное впечатление. Он здесь проявил милосердие, не допустил истребления всех жителей. Пожар, вероятно возникший случайно, разрушил большую часть города, в котором осталось всего два здания, построенных до этого бедствия. На миниатюре конца XVI века представлен великолепный город, его архитектура, ковры, одежда, соответствующие средневековым реалиям. Так, это первая миниатюра, о которой шла речь. Чингисхан сидит на ступеньках. А это вторая миниатюра, представляющая город Бухарун. Наверное, да? Так, продолжаем повествование. На обратном пути они прошли через Кавказ, разбив грузин, находившихся на вершине своей славы после царства Недавида Третьего строителя и царицы Тамары, и вышли в причерноморские степи, бывшие в те времена в руках половцев, называвшихся также кипчаки или куманы. Посчитав себя неспособными противостоять ЖБ и Субэтею, половцы позвали на помощь русских князей. Раздираемые междоусобными войнами, распрями, русские князья потерпели поражение на реке Калке 31 мая 1223 года. Это событие положило начало порабощению русских монголами. ЖБ и Субэтею обошлись северо-каспийское море, и тесня волжских болгар смогли присоединиться к Чингисхану в самом центре Средней Азии, пройдя 20 тысяч километров за 4 года и победив 5 великих народов. Это эпопея равная, которой никогда не было раньше и которая, наверное, никогда не будет повторена. Великолепный наездник Чингисхан и его приближенные страстно любили охоту. Они рассматривали ее как развлечение и как обучение искусству войны. Охотились в одиночку и группами. Во время коллективной охоты устраивались облавы, и охотники неделями не возвращались домой. Именно эта страсть и ускорила смерть императора. В первый раз в марте 1223 года во время охоты он упал с лошади и получил ранение. Тогда его хотели отговориться заниматься охотой, но все было напрасно. Он упал во второй раз осенью 1225 года. И поскольку старел и слабел, второе падение Чингисхана было настолько серьезным, что его окружение советовало ему прервать войну с тамгутами. Так как Чингисхан не хотел отказываться ни от охоты, ни от войн, то и умер он в 1227 году от последствия несчастного случая на охоте. Его похороны, как представляются они в воображении художника, были грандиозными. Это похороны. Страница 32. Вот это похороны. Последняя кампания. Чингисхан старел и очень скоро мог умереть. Он давно слышал, что тауисты владели медицинской практикой, дающей долголетие, и пригласил одного из этих мудрецов. Тот приехал из Высокогорной Азии и заявил, что есть много способов продлить жизнь, но нельзя сделать ее вечной. «Откажитесь, — сказал он, — от удовольствия, охоты, любви, пьянства». Чингисхан не возражал, выказал своему гостю знаки внимания, но вскоре медленно, он никогда не торопился, и направился в сторону Монголии, куда прибыл в 1225 году. Ему нужно было бы отдохнуть, но он хотел наказать тангутов, которые пообещали примкнуть к его армии, но не сделали этого. В течение зимы 1225-1226 годов он пересек пустыню Гоби и выступил против них. Сразу же после победы над тангутами Чингисхан умер. Возможно, смерть наступила 12 августа 1227 года. После необходимых ритуалов и жертвоприношений процессия с телом Чингисхана отправилась в Монголию. Ну вот, теперь вторая глава, к ней мы вернемся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok